Братья мои и сестры, снова всех рад приветствовать в этот вечер в Доме Господнем. Будем начинать вечернее собрание перед молитвой. Хочу прочесть сегодня отрывок из 1-го послания Иоанна, из 5-й главы, начиная с 11-го стиха. 1-я Иоанна, 5-я глава, с 11-го стиха. Читаем так. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Будем молиться. Боже наш, мы снова по милости Твоей собрались в Доме Твоем, и мы благодарны Тебе, что начиная это собрание, можем, открыв Твое Слово, читать из него Твое Слово, которое снова напоминает нам о том, что Ты, Бог наш, Спаситель наш, Иисус Христос, отдал жизнь Свою для нас, чтобы и мы имели жизнь. Ты пошел на смерть для того, чтобы мы жили. И Ты говоришь и сегодня для нас о том, что верующий в Тебя, верующий в Твою искупительную смерть и живущий по воле Твоей, по Слову Твоему, имеет жизнь вечную. И когда мы приходим к Тебе в молитвах наших, когда мы приходим к Господе и просим чего по воле Твоей, то Ты слышишь нас, Ты отвечаешь на наши просьбы, Ты восполняешь наши нужды, Ты благословляешь нас, посылая нам все то, в чем мы действительно имеем нужду. Мы благодарны Тебе за то, что снова и снова Ты научаешь нас, наставляешь нас, вразумляешь нас и благословляешь нас обилием Твоих благословений. И сегодня просим, чтобы тоже Ты прибыл с нами, чтобы Ты благословил это собрание всех участников, братьев проповедующих, особо благослови, да и мудрости, и сил для передачи Слова Твоего. Благослови также и христов наших, музыкантов наших, всех, кто будет участвовать в этом собрании. Благослови, Боже, чтобы через участие всех тоже было достойно прославлено Твое Святое Имя. Всю нашу Церковь благослови, как всех находящихся здесь в Доме Твоем сейчас, так и всех, кто присоединился к этому собранию, сейчас смотрит это собрание в интернете. Благослови также обилием Твоих благословений. Честь, слава, хвала и благодарность Тебе, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Прекрасно все то, что Твое. Мне повсюду твой слышится голос, ветром листья свинит и поет. Все все шепчет, как зрелищий голос. Эти горы покрытые ног, эти волны покрытые пеной. Это берег с горячим песком, это солнце в искрании вселенной. Боже мой, это Ты, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это Ты, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это Ты, я с Тобою повсюду видна Твоя кисть, Твои сердце в Тобочке все слабо, В детском зоне, что светит и чист, И в цветущих на поле ромашках, Это Ты нам даруешь друзей, Это Ты, это Ты, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это Ты, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Это Ты меня петь научи, потому моя песня смолкает, Это Ты меня свет свой пролив, Он и вечности не угасает, Как прекрасно все то, что Твое, Предвелищим Твоим я не имею, Это Ты нам спаситель даешь, Все то доброе, что я имею, Боже мой, это Ты, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Боже мой, это Ты, это Ты, я с Тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, и на чей-то поклон отвечаю. Присаживайтесь, пожалуйста. О, поднимите вы врата и двери вечные, Откройте двери сердца и войдется славы, О, кто же сей царь славы, О, кто же сей царь славы, Твоец миром, великий Бог, Господь он, царь славы, Господь он, царь славы, Господь он, царь славы, Господь он, царь славы. ПЕСНЯ 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 Я как всегда говорю, извините, если я что-то неправильно скажу на нашей родной речи, на русском языке. Она хоть ли является родная речь моя, она не, как бы сказать, та речь, которую я самую большую использую. Но наперед прошу прощения. Но мы будем сегодня смотреть на Слово Божие. Я думаю, в Слове Божьем нет никаких ошибок. Совсем. Ноль. Будем открывать 1 Коринфянам 11 главу и 1 стих. 1 Коринфянам 11 глава, 1 стих. Мы читаем очень короткий стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Это апостол Павел писал в церкви в городе Коринф. К этим верующим, к этим святым. Он пишет это предложение. Но если мы смотрим в наших Библиях, оно часть 11 главе. Но оно больше, как сказать, больше ясно его понимать в контексте конца 10 главы. Мы читаем последние пару стихов в 10 главе от 31 до 33. Вот что Павел пишет. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазны ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Что мы читаем, будьте подражателями мне, как я Христу. Я думаю, мы все знаем людей, которые очень долгое время провели в какой-то профессии, в какой-то карьере. Где человек, мужчина или женщина посвятили себя, но долгое время, многие годы, чтобы служить или в армии, или чтобы быть пожарником 20-30 лет, или чтобы быть учителем в школе, или чтобы быть домостроителем, или какой-либо профессии. И это вот человек, который, вы знаете, скажем, пожарник, человек, который служил в этой профессии очень долгое время. Если бы вы ему подошли и спросили вопросы, а как вы это делаете, покажите мне, как вы слушаете пожары, как вы помогаете людям. И вы бы просто спрашивали вопросы насчет его профессии, вы бы спрашивали вопросы, как этот человек, ну, как он исполняет свою работу, которую он прожил уже 20-30 лет. И он бы вам все очень четко ответил, потому что понимает, что он сам жил этим. А если бы вы потом этого пожарника спросили, а могли бы вы меня, меня научить, как быть пожарником? Могли бы вы провести мне, может быть, год, два, три, пять лет, чтобы я был под вами, под вашим ученичестве? И чтобы вы могли меня научить, как делать все, что вы умеете, всю эту мудрость, которую вы набрали в этих 20-30 лет? Я думаю, этот пожарник бы от своей стороны, он бы мог все сделать. Он бы мог себя отдать вам, чтобы вы могли бы научиться от всей его жизни experience. Когда мы, братья и сестры, смотрим на христианскую жизнь, когда мы смотрим на нас, на церковь, церковь, которую Бог через Иисуса Христа спас из темноты, привел в свет, и решил расти в этом теле, в теле Христа, где каждый член имеет свою часть и растет в духовности, мы должны видеть ту же самую картину, когда молодой или, как бы сказать, как правильно сказать, ну, младенец веры подходит к старшему, подходит к человеку, который уже долго-долго время живет по вере, и мог бы спросить такой вопрос, и этот человек, который уже верующий многие лет, он мог бы излагать эти истины, мог бы по примеру жизни показать ему, как быть христианином. Извините, извините, простите. Духовная зрелость, духовная зрелость в жизни христиана и христианина, это такая вещь, где она не приходит просто из-за облаков. Бог просто дарует человеку духовный рост. Просто человек молится и просыпается, и уже понимает всю волю Божию, понимает все Писание, знает точно, как жить в празднице, знает точно, как делать учеников. Все очень четко и понимая просто из-за молитвы, потому что Господь ему просто так даровал. Духовный рост, духовная зрелость, она приходит через многие, многие лет через Духа Святого, который работает через Слово Божие и через святых. Наше освящение, наше духовный рост не происходит по нашим единственным отношениям, только я и моя Библия и Бог. Это происходит в контексте Церкви, в контексте Тела Христова, где мы растем, где мы приходим в это состояние зрелости, где мы приходим в этот духовный рост через тех, которые ведут нас, через тех, которые проповедуют Слово нам, через тех, которые взяли нас как учениками, где они проводят время ученичества с нами. И не мы просто сами так растем по единству, все само по себе. Я бы хотел просто привести три пункта для, не только для братьев, а для всех верующих, которые уже прожили, может быть, пару лет в вере, те, которые уже знают Господа Иисуса Христа, те, которые возрождены, и те, которые уже в этом времени своей жизни, уже должны быть те люди, которые берут младенцев, не только своих детей в своих семьях, но берут младенцев в вере, и их ведут, их ведут в своей жизни, их делают учеников, занимаются ученичеством по своему примеру, по своему учению, по примеру жизни. Я бы хотел просто привести три пункта, которые показывают, если я или ты, по-настоящему человек, который зрел, или духовный человек, который растет, который продолжается расти во Христе. Очень часто случается в церкви, где много людей приходят к Христу и получают спасение, но потом остаются в этом состоянии, где они просто младенцы, где нет духовной зрелости. И Писание очень четко нам показывает, как нам понять, или как нам узнать, если мы духовно зрелы, или если мы по-настоящему растем в духовной, или если мы просто остаемся этими незрелыми, или этими просто духовными младенцами. И я бы хотел привести эти три пункта и потом привести нас к молитве, чтобы мы могли лично каждый человек посмотреть на себя, посмотреть на свою жизнь, если мы видим эти истинные Писания в нашей жизни. Первый пункт, который мы видим, мы видим плод духовной зрелости, или плод духовного роста человека, который следует за Христом. Это жизнь, которая показывает пример. Слово «пример», «экземпл». Человек, который живет жизнью примера. Мы это видим в 11 главе, 1 стихе. Апостол Павел говорит этим верующим, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Мы часто смотрим на этот стих и думаем, ой-ой-ой, только апостол Павел мог такое сказать, он такой святой был, он был такой высокодуховный человек. Но, братья и сестры, если мы смотрим на этот стих в контексте всего Писания, и даже в контексте 10 главы, мы знаем, что он имеет желание, чтобы все верующие смотрели на его жизнь, чтобы они подражали его, потому что он знает, что он повинуется воле Христа. Христос сказал ему, иди проповедуй, иди распространяй Евангелие, иди и приноси мертвых в жизнь, в свет. И апостол Павел просто повинуется то, что Христос ему дал великое поручение, и апостол Павел просто живет этой жизнью в обиде, в послушании. И это почему он имеет право сказать, что подражайте мне, потому что я знаю, что я делаю, я подражаю Христа. И в 10 главе мы читаем, что все, что вы делаете, либо вы кушаете, либо вы пьете, либо вы строите что-то, все, что вы делаете, делайте для славы Божьей, и не будьте соблазны никому. Но все это делайте, чтобы в 33 стихе, чтобы люди спасли, чтобы много людей могли прийти ко Христу. Если мы люди, которые познали Христа и растем духовно, и желаем прийти к этому состоянию зрелости, в греческом языке как раз это слово, оно очень интересное слово, оно не зрелость, оно больше значение есть совершенность, где completion, где я закончил ту работу, которую я начал. И мы не понимаем, что Господь нас ведет до этого состояния, но мы должны жить такой жизнью, которая является примером другим верующим, тем, которые младенцы во Христа. Если люди на нас смотрят и не видят примера Христа, если на нас смотрят и не видят, что мы не живем примеру любови, что у нас нет настоящей любви, если у нас нет настоящей кротости, настоящее смирение, если у нас нет настоящей надежды во Христа, когда у нас очень трудные времена в нашей жизни, какой ли это пример для них? Очень-очень легко. Если вы сейчас подумаете о человеке в вашей жизни, которую вы знаете, которую вы могли бы сказать, это духовно зрелый человек, этот человек любит Господа, и он как бы духовный наставник, его жизнь – это пример. Вы подумайте об этом человеке, и я думаю, очень легко вы можете в ваших мыслях узнать, вспомнить такого человека, а очень легко тоже подумать о другом верующем человеке, либо в нашей церкви, либо в другой, и сразу очень четко понять, что это не духовно зрелый человек, этот человек растет духовно, потому что его жизнь не является примером, не является подражением Христа. И очень четко мы понимаем, что этот духовный зрелый человек, человек, который постоянно растет духовно, это человек, который показывает пример, потому что он смотрит на Христа и подражает его. Во-вторых, это человек, который растет духовно, постоянно, человек, который приходит и идет за это состояние духовной зрелости, это человек, который имеет ученичество и лидерство в своей жизни. Он занимается ученичеством и лидерством. Он лидер в своей семье. Он лидер среди своих друзей. Он делает учеников. Либо это мама или папа, либо это человек, который очень молодой, или который старый. Нету разницы. Все святые, все верующие во Христа должны заниматься ученичеством. Все должны быть лидеры в своей сфере жизни. Если мы возьмем великое поручение, которое Христос дал нам в 28 главе от Матфея, мы знаем, что мы должны идти весь мир уча, но по-гречески это слово make disciples, это делать учеников. Это слово уча их и креща их. Это делать учеников. Делать учеников. Духовно зрелые люди, они учат других. Они берут младенца под руку и ведут его по примеру, но тоже по лидерстве. Если человек просто является хорошим примером, но не берет других, чтобы они слились за собой. Не говоря, что все должны проповедники и пасторы быть, но чтобы просто по примеру и по ученичеству показывать всем, что я не живу просто этой жизни для себя, но я хочу, чтобы другие тоже росли во Христе. Я хочу, чтобы другие могли прийти, покаяться и познать Господь через Евангелие и могли быть в этом состоянии прославления, доколе Он придет и нас всех заберет. Мы читаем, что апостол Павел, когда он это говорил, он писал Тимофею, 2 Тимофея, 2 глава, 1-2 стиха. Смотрите, что апостол Павел пишет Тимофею. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Он сам учит Тимофея и говорит Тимофею, «И ты учи других, и ты веди других в духовном росте, и ты будь лидером другим». Это не только пасторы, это не только проповедники, это все верующие. Вот этот пункт показывает духовную зрелость, показывает духовный рост. Если вы уже верующие 20-30 лет, и вы не можете вспомнить, где я этого брата, или эту сестру, это не гордость. Это не гордость. Потому что у нас часто, у многих верующих, у нас есть лжия, false humility, по-русски, может быть, это сказать, лжия кротость, или лжия смирение. Ну, я не все знаю. Человек приходит тебе и говорит тебе, «Ну, вы уже верующий 20-30 лет, вы уже верующий 7 лет, вы могли бы меня, мог бы я быть вашим учеником?» Я знаю, что практически никто так не подходит, не спрашивает, «Но мы же должны быть этим человеком. Ну, я не знаю, я не понимаю». И такое лжее представление кротости, или смирения. Нет, это не настоящая зрелость. Это не духовный рост. Мы должны делать учеников. Мы должны быть лидеры. И третий пункт – это наше личное духовный рост, это наше личное понимание Писания, наш рост в доктринах истин, в истинной Писании, где мы растем в наше понимание, кто является Господь, через Его откровение в Писании. Это третий пункт. Мы читаем в Евреям 5 главе 12 до 14 стиха. Евреям 5 глава 12 стих. «Ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, 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 у которых чувства навыкам приучения к развлечению добра и зла. Человек, который духовно зрел, человек, который постоянно является в духовном росте, это человек, который растет в его понимании, кто Бог является через Его Слово. Мы не можем просто приходить в присутствие Бога, даже приходить в молитве и проводить часами в молитве и искать, чтобы просто познать Бога через наши молитвы. Нет, мы должны быть в изучении Слова Божия и в параллельном состоянии быть в молитве, когда мы изучаем Слово Божие, и больше и больше позная, кто является Господним, какая у Него воля для нас. И она очень четкая и проста, она несложно познать волю Божией, просто читайте Слово Божие. Но это является другой пункт, который показывает нам, если мы духовно зрелый человек, если мы растем духовно. Братья и сестры, я думаю, есть многие из нас, которые уже в вере во Христе уже долгое время. Если мы не видим, если наша жизнь не является примером в вере, в любви, в смирении, в коротности, не является примером, если мы не видим в нашей жизни ученичества, лидерства, если мы не видим рост в Писании, в понимании Слова Божия, мы должны спросить себя, почему? Почему мы в таком состоянии? А для других, которые недавно пришли к вере во Христе, которые уверовали недавно, мы должны и не только должны, вы поймите, натурально человек будет идти за человеком, который показывает эти характеристики, человек, который является примером веры, человек, который делает учеников, который лидер, брат или сестра, который может излагать и объяснять Слово Божие, практически даже в своей жизни показывать это. За этими людьми надо идти. Это лидеры в церкви. И слава Богу, что у нас есть братья, пресвитеры, пастыря, дьяконы, которые являются этими братьями, которые показывают эти аспекты жизни. аспекты жизни. Но, братья и сестры, мы все должны это иметь. Мы все должны быть примером, мы все должны заниматься учительством, мы все должны расти в понимании Слова Божьего. И если мы это не показываем, значит, может быть, нам просто надо быть под учением или под лидерством человека, который показывает эти три пункта своей жизни. Потому что мы не можем просто оставаться младенцами во Христе. Христос хочет, чтобы мы повиновались Ему, чтобы мы исполняли Его волю, чтобы мы делали учеников всех народов, чтобы другие могли прийти ко Христу, потому что мы можем им Евангелие объяснить, мы можем им дать Слово, мы можем в нашей жизни по примеру показать им, как жить в христианской жизни. Пусть Бог благословит нас в этой миссии, в этом великом поручении, чтобы мы все могли расти для славы Божьей. Аминь. Божьей. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 No turning back 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Мой самый лучший друг И от нелав небесный Все воинство вокруг Сильнее нет сил против тебя Когда без митвы твоих рук Держу свои обещания Ты великий, ты великий Сильнее нет сил против тебя Когда без митвы твоих рук Держу свои обещания Ты великий, ты великий Ты великий Идешь передо мною Объемнешь позади Господь небесный воин Со мною рядом ты Ты правишь всей вселенной Мой самый лучший друг И от нелав небесный Все воинство вокруг Великий, творец вселенной Ты великий, святой Господь небесный воин Тебе нашел покой Ты правишь всей землею Ты самый лучший друг И от нелав небесный Все воинство вокруг И от нелав небесный Все воинство вокруг И от нелав небесный Все воинство вокруг И от нелав небесный Слава Богу Слава Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Жизнь наполнил славой и плодой, Блаженства полной. Он зашел на грешном воскресе, Я вечно сын. Слава нашему Господу, что Он зашел однажды на крест, чтобы нас спасти. Продолжая наше собрание, мы сейчас еще все вместе будем петь песни, стоя. Начинается словами «На твоем столе, мой Господь». Во время этого пения также будем участвовать в сборе пожертвований на нужды по местной церкви. Сейчас мы ставим для молитвы. Боже наш, мы снова благодарим Тебя за Твою продолжающуюся заботу, за то, что Ты любишь нас и восполняешь все наши нужды. И в духовном, и в материальном Ты благословляешь нас обильно. Благослови сейчас это материальное служение, чтобы тоже и в этом вопросе мы были бы послушными Твоему слову, чтобы и дальше, Господи, видели Твои благословения, как по местной церкви, так и в домах наших. Аминь. 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 своем но Господь вас ты чудный и дивный изменил исправил его руки нежные меня сокрушили и лишь руках увидел я как прекрасно дать свое сердце в руки Господа старый мой сосуд сокрушен и разрушен новое творение в руках я его буду славить тебя посты дивный о как чудно дитя я твое и я и и и и и или и Моё сердце в руки Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты прости, Господь, Не могу молиться, как Давид я. Ты прости, Господь, За не жаркие молитвы. Ты прости меня, Что сомнение часто подступает. Ты прости меня, Что еще не верит побеждает. Ты прости меня, Ты прости, Ты прости меня. Ты прости меня, Что сомнение часто подступает. Ты прости меня, Что еще не верит побеждает. Ты прости меня, Ты прости меня. Ты прости меня, Ты прости, Господь, Что еще я путник по пустыне. Ты прости, Господь, И за ропот мой, И за ропот мой, Ты прости меня, Что в душе врага я не прощаю. Ты прости меня, Что еще на зло я отвечаю. Ты прости меня, Ты прости меня, Ты прости меня, Ты прости меня, Что в душе врага я не прощаю. Ты прости меня, Ты прости меня, Что еще на зло я отвечаю. Ты прости меня, Ты прости меня, Ты прости меня. Ты прости меня, Ты прости меня, Ты прости меня. Только узкою тропою, Чтобы полный день. Среди многих меня узнав ты, Чтобы полный день. И тебя я ждал, Сказал ты, чтобы полный день Было так, только так Чтобы полный день Среди многих меня узнал ты Чтобы полный день И тебя я ждал, сказал ты Чтобы полный день Было так, только так Только так Аминь Субтитры сделал DimaTorzok Адонай, Господь Владыка Элоах, Бог могучий Элохим, Бог творец, крепкий и сильный Яхве, я есим сущий Яхве Ире, Господь усмотрит Яхве Рафа, Господь целитель Яхве Ниса, Господь наше знамя Яхве Мкадеш, Господь освящающий нас Яхве Шалом, Господь наш мир Яхве Элохим, Господь господствующих Яхве Циткину, Господь оправдание наше Яхве Рохи, Господь пастырь мой Яхве Саваоф, Господь воинств Эль Элеон, Бог Всевышний Эль Рои, Бог видящий Эль Шадай, Бог всемогущий Премудрый, милосердный Долготерпеливый, многомилостивый Истинный, совершенный Величественный Царь царей О, Бог, возносим Тебя О, Бог, вся слава Тебе и хвала Поверь и благой, великий все сильный наш Бог Все в этом мире славой дышит Ты наполняешь собою О, Бог, вся слава Тебе и хвала Поверь и благой, великий все сильный наш Бог Ты управляешь всей вселенной Благословляешь народы Славу величие, честь, поклонение Мы все поем Тебе О, Бог, возносим Тебя О, Бог, вся слава Тебе и хвала Поверь и благой, великий все сильный наш Бог Святый, святый, ты Господь могучий Святый, святый, Бог, вся слава Тебе и хвала Святый, святый, ты нас Бог могучий Святый, святый, Бог, вся слава Тебе и хвала Вся слава Тебе и хвала Поверь и благой, великий все сильный наш Бог Святый, святый, ты Господь могучий Святый, святый, ты Господь могучий Святый, 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 Бог, вся слава Тебя и хвала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воистину, братья мои и сестры, наш Бог всемогущ и свят, и Ему одному всегда добудет слава и хвала и поклонение от нас, не только в собрании нашем, но во всей нашей повседневной жизни. И будем помнить о том, какому Богу мы служим, пред кем мы преклоняемся и с кем мы ожидаем однажды славной встречи там на небесах. Ну а сейчас мы будем слушать слово Господне, которым поделится гость нашей церкви, служители из Молдовы, отвечающие за миссионерское служение в Союзе Баптистов Молдовы Игорь Мордвинов. Брат у нас уже был, если вы помните, прошлой осенью. Сегодня он снова вместе с вами, с нами. Мы приветствуем в нашем собрании вас, брат Игорь. Желаем обильных благословений Господних вам и в вашем участии сегодня. Приветствую вас, дорогая церковь. Разрешите передать вам привет от Союза Церквей Евангельских Христиан Баптистов Молдовы. И хотел лично передать от Вячеслава Михайловича Цверенко вам привет из Молдовы, из Кишинева. Я знаю, что в прошлое воскресенье у вас был такой юбилей красивый, 20 лет. И предвидя это, я от имени миссионерского отдела нашего Союза Церквей Евангельских Христиан Баптистов Молдовы хотел оставить такой небольшой подарок. Это вот такое маленькое, интересное такое панно в миссионерском стиле. И, Валерий Петрович, я хотел в вашем лице оставить такой подарок вам. Я, наверное, прочитаю, что здесь написано. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6.9. Сердечно благодарим. Повесим в братской комнате. Кто забудет, заходите, читайте там. Я сердечно благодарен вам за вашу заботу, за молитвы, за то, что вы помните. Я знаю, что наше миссионерское служение поддерживано только молитвами, и в этом наша сила. В жизни каждого христианина есть одна вещь, которая всегда сопровождает его, и это книга Библия. Что такое книга Библия, если спросить и подумать о том, какой сюжет в этой книге рассказан. Много сказано, много пересказано, много историй, но один большой и общий сюжет, который проходит через всю книгу. Что она говорит? Она говорит о любви Божьей к человеку. Библии много в наше время. Есть и синие, и черные, и большие, и маленькие. Есть и в розовой оплетке, и в кожаном переплете. И есть с золотыми страницами. И я, будучи в Африке, видел очень интересную Библию в металлическом корпусе. И есть Библии устные, и есть Библии в интернете. Библии очень много. И все это только одно. Рассказ о том, как Бог любит человека. И это пронизывает все книги, все бытие и Новый Завет. И если мы внимательно будем читать и посмотрим на все, на все, что там написано, она говорит именно об этом. Наш Бог, Он так велик. Это тот Бог, Который сотворил всю Вселенную. Это тот Бог, Который сотворил миллиарды звезд. Посмотрите ночью. Какое количество этих звезд. Это все наш Бог. Наш Бог, это Тот, Который сотворил нашу галактику, нашу планету. И все, что населяет нашей планете, и земные, и цветы, и растения, и животных, и птиц, и рыб морских. И Господь сотворил человека по образу и подобию своему, и повторил ему помощницу, и поместил их в рай. И было все прекрасно, все идеально. Не было ни холодно, ни жарко, не было ни болезней, и было прямое общение с Господом. И все было идеально. Это был рай. Но вот наступило время, и Адам с Евой согрешили, и Бог вынужден был изгнать их из рая. Следующий этап еще сложнее, еще хуже. Нкаин убил Авеля. И следующий этап. Человечество развивалось и развращалось. И дошло до такого момента, когда Бог пожалел о том, что сотворил человека. И Бог делает перезагрузку. Он уничтожает все человечество. И наводит великий потоп, выбирая одну семью, Ноя, праведника, и его одного спасая. И заключает Бог завет с Ноем. О том, что никогда больше земля не будет потоплена водою. И Бог завещает Ною и его потомству, чтобы они плодились и размножались по всему лицу земли. Проходит время, люди множатся, расширяются. И вот однажды наступил такой момент, когда все человечество было собрано в одно место. И они решили сделать нечто. И об этом записано в Бытие в 11 главе с первого стихла. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сенар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал другого, речи другого. И рассеял их Господь оттуда, по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано им имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Очень удивительно, что-то где-то перекликается с тем, когда самый красивый ангел решил поставить свой престол на уровне Бога. И что с ним произошло? И вот этот народ непослушный, зная о том, что Господь сотворил со всей землей, со всем человечеством, и за что он все равно не хотел поклоняться Богу и слушать Бога. Они не рассеялись, они собирались в одно место и решили построить башню высотою до небес, равную Богу. Они решили сделать себе имя. Какое это богохульство? Они решили построить башню своей независимости от Бога. Господь сказал, что не будет потоплена земля больше никогда. Однако они не поверили, решили строить башню. Это полное непокорство. И Господь, видя такую ситуацию, решил смешать эти языки. И они тогда разошлись. И вот одна группа людей поселилась в одном интересном месте. Это место затем назвали Ур. Это нынешняя территория Ирака. Это племя развивалось, размножалось, и они усиливались. И нынешние раскопки говорят о том, что в городе Ур был водопровод, была канализация, были бассейны. И эти люди, находясь там, могли выковывать металл и делать различные изделия. Это был очень высокоразвитый народ. Но была одна вещь. Они не поклонялись Господу. Они придумали себе нового Бога, Бога Луны, и построили такие храмы этому Богу. Эти храмы назывались Зиккураты. И они поклонялись Богу Луны. И символом Бога Луны был новый маленький полумесяц. И вы помните, чей символ нынче этот полумесяц? Мусульман. И вот в таком народе, развитом, цивилизованном, но не поклоняющемся Господу, в одной семье рождается один маленький мальчик. И его называют Авраам. Он растет, усиливается, женится, становится богатым, переселяется. И все было хорошо. И вот однажды Авраам приходит к своим родным и близким и говорит одну удивительную вещь. Я слышал голос Бога. Какого Бога, Авраам? Наш Бог в Зиккурате? Мы Ему приносим жертвы? Какого Бога? Нет, не этого Бога. Того Бога, который сотворил всю землю и все, что населяет на земле. Того Бога. Авраам, но мы не знаем Его. И мы не поклоняемся Ему. Мы Его даже нигде не видели и нету ни одного храма этому Богу. Наш Бог в Зиккурате. Авраам, что-то с тобой не совсем в порядке. И я предполагаю, что тогда Авраама спросили, а что же ты собираешься делать? И что этот Бог сообщил тебе? Что Он тебе сказал? Этот Бог сказал тихим голосом оставить все, что здесь есть, и вас, и уйти в пустыню. Авраам, ты, наверное, с ума сошел. Ты не в своем уме, что ты собираешься сделать. Ты хочешь оставить все эти блага, всю нашу цивилизацию, все, что мы имеем, и чего мы достигли. Все это ты хочешь оставить, и нашу семью, и выйти в пустыню, это равносильно самоубийству. Зачем ты это будешь делать? И вы знаете, этот тихий голос Бога. И в наше время звучит. И Он говорит, я уверен, что многие из вас слышат этот голос. Я знаю многих молодых ребят, которые услышали этот тихий голос и повиновались Ему. И оставили свой дом, своих родных и близких, оставили весь комфорт. И уехали на край земли. Они уехали к Чукчам, к Якутам. Они уехали в Афганистан, в Иран, в Ирак. Они просто поверили. Авраам поверил Богу. И несмотря на то, что ему говорили, несмотря на то, что ему говорила вся родня, и все говорили о нем, он оставил, поверил Богу и вышел в пустыню. И вот тут Господь обращается к Аврааму и заключает удивительный завет. И об этом написано в 12 главе с 1 по 3 стих. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Этот завет называется Авраамов завет. В наше время мы не используем это слово завет, в наше время мы используем такое слово договор. И я уверен, что каждый из вас когда-то заключал какой-то договор. И в этом договоре существует как минимум две стороны, и каждая сторона со своей стороны обязуется выполнить что-то для того, чтобы достигнуть какой-то цели. В данной ситуации Господь является с одной стороны, и Авраам с другой стороны. И Господь со своей стороны обещает, что Он произведет от Авраама великий народ. И Он обещает, что Он благословит Авраама, и возвеличит имя его, и будет он в благословении. И мало того, благословляющие Авраама благословятся, а злословящих Авраама проклянутся. А что же Авраам со своей стороны должен был сделать? Какое его обязательство? Авраам должен был поверить Богу, оставить свой дом, оставить своих родных и выйти туда, куда велел Господь. А все это, это два договора, две стороны. А все для чего? Для какой это все цели? И самое главное в этом договоре заключено в третьем стихе, во второй половине. И благословятся в Тебе все племена земные. Бог не забыл те 70 племен, которые рассеялись после Вавилонской башни, их было ровно 70. И они рассеялись по всему лицу земли, Бог любил их, и Бог придумал интересный план спасения этих народов. Они ходили, блуждали по земле, и они были одиноки, лишены общения с Богом. И Бог решил взять одного человека и заключить с ним завет для чего? Только для одной цели, чтобы этот человек явился благословением для других народов. Бог хотел, чтобы Аврам был проводником Божьих благословений для этих народов. Был таким трубопроводом благословений для других народов. И это так замечательно, это такой замечательный и красивый план. И мы знаем в истории того, что Бог неоднократно подтверждает этот завет. И он во многих книгах, Бытие в 15, 17 и 18, 22 главе подтверждает этот завет. Но как резюме всего этого договора мы читаем в Бытие в 18 главе с 18 стиха. «От Авраама точно произойдет великий народ, великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дома своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал ему». Как удивительно, иногда мы думаем о том, что израильский народ, особенный народ только для того, чтобы они были иногда особенны, себя чувствовали. Но оказывается, это не так. Израильский народ был избран именно для одной важной цели. Быть благословением для всего мира. Бог не оставляет этот завет, Он перетверждает этот завет. И с Его сыновьями, и с Исааком, и с Ияковом. И в Бытие в 28 главе с 13 стиха мы читаем, «И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твоего, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полуднюю, и благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные». Казалось бы, что все эти заветы, это все разные заветы, но это все продолжение одного и того же завета, который Бог заключил с Авраама. И когда народ израильский был в Египте и выходил из Египта, Бог перезаключает договор и с Моисеем. И все то же, все та же тема. В исходе 19 главе мы читаем с 3 стиха. Моисей взошел к Богу на гору и вызвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести с сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». «Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Господь во все времена думал только одно. Думал только о том, чтобы израильский народ стал его народом, и чтобы он был проводником спасения остальным народам. Мы знаем историю, что израильский народ не очень послушный был, и он очень много противился, Господь много учил различные и войны, и плен. И Господь даже говорит, жестоковыйный народ. И вы знаете, очень удивительно, почему же Господь вывел Авраама именно в землю обетованную? Почему именно это место Господь избрал, а не другое, не выше, и не левее, и не правее? Почему именно это место? Чем это место особенно? Так удивительно, что это место – сочетание трех континентов. Это место было центром пересечения всех торговых путей. И Господь все сделал для того, чтобы израильский народ донес благую весть о Господе всем народам. Все племена посылали какие-то торговые караваны, они пересекались, находились в Иерусалиме, и они должны были слышать о Боге и нести эту весть в свои племена. И мы знаем, что израильский народ построил храм в Иерусалиме. И этот храм, кто знает устройство этого храма, очень удивительно. Есть внутренний двор, он предназначен для израильского народа, и есть внешний двор. И вот внешний двор как раз был предназначен для других народов. Господь даже это предусмотрел. Те народы, которые услышали бы эти благословения, которые Господь посылает через свой народ, они должны были прийти и поклониться Господу именно во внешнем дворе. И вы помните, когда Иисус зашел в храм, как возмутился он. Он начал переворачивать эти столы, которые там стояли, торговцев всех. Он возмутился в духе. Почему он это сделал? Потому что это было место для других народов, для других племен. А это место было занято. И многие приходили в Иерусалим поклониться, заходили и видели, что это место занято. Израильский народ – жестоковыйный народ. Бог очень много трудился с этим народом. И вот наступает момент, когда Господь совершает нечто удивительное, которое не вкладывается в мозги ни одного человека и даже в духовный мир. Он берет Своего Сына и посылает на землю. И никто даже не мог себе представить, что Он сделает. Он отдает Свою жизнь за каждого из нас, чтобы мы могли спастись. И первая запись о Иисусе Христе упоминается в Евангелии от Матвея в первой главе и первый стих. Очень удивительно. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраама. И посмотрите, как интересно тут написано, Сына Давидова, в мессианский термин Сын Давида – это Спаситель всех народов. А второе – Сына Авраама. Нам это известно через завет Бога с Авраама. Это потомки, это то поколение, которое должно было спасти и донести благую весть для всех народов. Вы представляете, какой прекрасный замесел Господь сотворил. Как Он мудро все сделал. И для нас остается лишь только одно – поверить в это. И в послании к Галатам в третьей главе записаны удивительные стихи. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть Сыны Авраамова. И в 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространялось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». И последний стих 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Дорогие братья и сестры, кто вы? Вы семя Авраамова. И для чего вы предназначены в этом мире? Для того, чтобы быть проводниками Божьих благословений? Для себя? Нет. Для других народов, которые населяют всю землю. Те 70 народов с Вавилонской башни расплодились и размножились до 16 тысяч народов на сегодняшний момент. И вы знаете, сколько народов знает о Христе? Лишь только 7 тысяч. Остальные никогда не слышали о Боге. Никогда не видели ни одного христианина. Я был в таких племенах, которые впервые видели христианина. И это нынешнее время, наше прямое предназначение – быть проводниками Божьих благословений для всех этих народов. И если сказать современным языком, быть миссионером у Бога. Это самая основная наша задача. Каждого христианина. И может быть, Господь не зря вас поместил в эту страну, эту уникальную, интересную страну, где собрано такое большое количество различных народов и языков. И я уверен, что в этой стране есть многие люди, которые не знают о Боге и не имеют личных отношений с Ним. Ваша задача – донести все это. И да благословит вас Господь, что вы были благословением для всех окружающих вас. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Последний раз я был у вас осенью. И кто помнит, я рассказывал о наших служениях, которые мы совершаем в Молдавском Братстве. И одно из удивительных служений, которые открыл нам Господь – это служение в самой бедной стране Африки, в Южном Судане. И я благодарен тем, кто поддерживал нас в этом служении, в молитвах. И это служение невозможно совершить без молитвы. Потому что молитва – это сила в тех, кто идет на передовую. Я очень благодарен вам за это. И вы знаете, я хотел вкратце рассказать о том, что было там. Последняя поездка была в декабре месяце. И мы когда приехали в эту страну, то случилось что-то непредвиденное. В этой стране началась межплеменная война. Президент страны принадлежит одному племени, самому большому племени. В этой стране племя Динка. И он пришел в срок его окончания президентства. И он не захотел перевыборов. И тогда восстали все племена. И он объявил все племена сепаратистами. И поставил задачу своим солдатам. Приезжая солдаты в какое-то племя, они должны всех без разбора мужчин просто застрелить. А для того, чтобы изменить племенной состав во всей стране, а в стране 63 крупных племени, он отдал приказ солдатам изнасиловать абсолютно всех женщин и девочек. И когда эти женщины будут рожать детей, то эти дети будут принадлежать племени Динка. Вот такой ужас наступил в этой стране. И это было прямо при нашем приезде. И у нас абсолютно все поменялось. Поменялись все планы. Мы планировали там построить, поменять крышу в школе. Планировали построить некоторые вещи. У нас было очень-очень много планов. И все эти планы просто полностью все поменялось. И мы на ходу все это начали менять. И люди из этой страны побежали в соседние страны. В Эфиопию убежало на сегодняшний момент где-то 300 тысяч человек. В Уганду, в соседнюю страну убежало почти миллион человек. И мы начали ездить в эти лагеря беженцев, посещать эти лагеря беженцев. И в этих лагерях беженцев организовывались церкви, которые были там в Южном Судане. Они все вместе с пастырями, все убежали. И вот мы приезжали в эти лагеря и увидели страшную картину. Люди в отчаянии просто живут в пустыне. Ничего нету. Их регистрируют и дают один мешок риса 25 килограмм на один месяц на одну семью. Воды нету. За водой нужно стоять в очереди, ходить очень далеко. Или нету электричества, нету медицины. И вот такую историю, когда мы увидели все это, увидели наши сердца просто ужаснулись. То, что было в Южном Судане, это просто ни в какое сравнение не входило. И мы посетили самый большой лагерь беженцев на сегодняшний момент. Самый большой в мире. Этот лагерь имеет название Биди-Биди. И там на сегодняшний момент почти 300 тысяч человек. Они приходят, регистрируются. И у нас стала задача, чем мы можем помочь этому народу. Мы поехали и в столице Уганды купили большое количество лекарств, потому что они не имеют лекарств. Мы на 2000 долларов купили лекарства. Привезли туда, и знаете, самое первое лекарство, которое нас попросили купить. Мы удивились, мы думали, может быть, это лекарство от малярии или от желтой лихорадки. Нет, нас попросили купить такие нити, которые зашивают после операции. Когда делают операцию, зашивают этой ниткой. Мы спросили, почему именно эти нити такой спрос имеют. И нам сказали, что это очень-очень важная вещь. Она связана напрямую с жизнью именно женщин. Женщины, где-то 40% всех женщин Южного Судана не могут разродиться по различным причинам. Им нужно делать кесарево сечение. И стоит выбор, либо сделать кесарево сечение большим ножом, или спасти ребенка, и женщина этого умрет. Либо оставить ее, чтобы и она умерла, и этот ребенок, и этот выбор должен делать муж. И нету врачей, есть женщины, которые имеют острые ножи, и они научены это делать. И когда нету этого шва, этой нитки, то женщина 100% умирает. Это было, нас очень-очень сильно удивило. Мы купили большое количество еды и отвезли туда. Мы купили велосипеды, отвезли туда служителям, потому что там нету транспорта. И мы, когда приехали на место, то нам сказали, что в Южном Судане там все жили по племенам, и у них были племенные церкви. Племя имеют свою культуру, свой язык, и они все образовывали племена именно по своему языку. В лагерь беженцев они прибежали, и они все смешались племенам. И есть какая-то доминирующая племя, но они все были смешаны. И мы приехали туда и занимались одной интересной вещью. Мы обучали пастырей, пресвятеров из различных церквей. На сегодняшний момент больше 80 церквей в этих лагерях беженцев. И мы собирали пресвятеров и их обучали. Отдельно лидеров церквей обучали. И их кормили. И вы знаете, нам сказали, вы не представляете, какое вы благословение для этих людей. Почему? Многие люди не кушали по два месяца нормально. А нормально для них покушать это фасоль с маленькой приправой и капуста. И это для них нормально. А не нормально это кушать корешочки какие-то. И мы были свидетелями того, когда люди, просто имея одну помидорку, разрезали ее на четыре части и продают одну половинку. Люди не имеют денег, не имеют еды. И мы купили еще очень интересные вещи. Мы планировали в Южном Судане построить церкви, поменять крышу. И все поменялось. И тогда нам сказали, что самая важная вещь для беженцев, это одна вещь. Это крыша и дом. А что это такое? Это они называют капет. Это такой кусок брезента 4 на 5 метров. И с одной стороны белый, с другой стороны синий. Они брезент берут, натягивают на палки. И это у них дом. У меня есть некоторые фотографии. Я ребят попросил, чтобы они включили. Эти фотографии будут идти, я буду дальше рассказывать. И вот это самое необходимое. Это и крыша, и дом, и стены. Все одновременно. И мы приехали, подарили эти капеты в каждой церкви, где люди очень сильно нуждались. Невероятное количество детей, которые вообще ничем не заняты. Ни школы, абсолютно ничего. И мы просто, когда обращали внимание на детей, они собирались буквально за 5 минут по 50, по 60, по 70 детей. И через 10 минут становилось вообще невероятное количество этих детей. Они лишены общения, и родители их заняты лишь только одним, прокормить себя и своих детей. И мы встретили одну женщину, и она удивительную вещь сделала. Вот эта женщина, если можно остановиться на ней. Когда она нас увидела, это я с ней здороваюсь, она упала на колени, и я ее поднимал, она не хотела встать. И я спрашиваю, почему вы стоите на коленях? Она говорит, это часть моей культуры, я не могу встать, когда возле меня стоит белый человек. И она подала мне руку, и держит вторую руку. И рассказала такую историю. Она сама католичка из Южного Судана, с одного племени Куку, прибежала в лагерь беженцев от войны, и поселилась возле одного кустика, и находилась там. И в один день приходят две женщины, это две жены одного мужа. Мужа убили в Южном Судане, у этих двух женщин девять детей. И на следующую ночь одна эта жена умирает. И эта женщина помогла похоронить. На следующую ночь та оставшаяся жена просто берет, бросает детей и убегает. И дети остались одни, и это происходит повсеместно. И эта женщина, не имея семьи, не имея детей, католичка, но имея большое и огромное сердце, берет этих детей и усыновляет. И она показала нам документ, маленький листочек, такие маленькие-маленькие фотографии. И она все это рассказывает нам, стоя на коленях. Давайте, ребята, дальше. И мы спрашивали людей, очень многих, что вы здесь делаете, почему вы здесь находитесь. Они сказали, что мы пришли сюда, потому что там нас убивают. И я задал вопрос, а почему вас убивают? И знаете, самое страшное, что они сказали? Мы не знаем, почему нас убивают. Только из-за того, что они принадлежат другому племени, их только за это убивают. И миссия ООН официально объявила о том, что в Южном Судане начался племенной геноцид, который был примерно таким же в соседней стране, в Руанде. Мы приехали в одну церковь. Вот это вы смотрели фотографии. Эта церковь называется Пагорине. Это стихийно образованная такая церковь. Есть служители, вокруг него собираются многие верующие. И когда мы узнали, это центральная церковь племени Мади. И они нас попросили, пожалуйста, посмотрите, может быть, у вас будет возможность построить здание церкви. И мы посоветовались, помолились и приняли решение построить здание церкви. И теперь эта церковь имеет большое здание. И за все время, что мы там находились, мы построили четыре здания церкви. Много ли это или мало, я не знаю, но когда нам сказали о том, вы знаете, что вы сделали? Вы не просто построили здание, вы сделали большую и великую вещь. Люди, соседи, которые находятся возле церкви, они неверующие, сидят и смотрят на этих верующих. И когда мы приехали, они подошли и задали вопрос, а что, Бог белых и ваш Бог? Они, оказывается, делят Бога по цвету кожи, по национальности. И местные братья сказали, да, их Бог и наш Бог. И когда они увидели, что построили здание церкви, они сказали, так великий, такой сильный Бог ваш. И мы хотим знать такого Бога. А мы просто взяли, построили здание церкви и даже не понимаем, что происходит. Все непонятно. Мы закупили 10 швейных машинок в Уганде, в столице Уганды. И приехали, привезли в один лагерь и построили большой швейный цех для того, чтобы эти швейные машины могли работать и могли вдов обучать, как шить, и давать им маленькую работу, чтобы они могли прокормить своих детей и не умереть с голода. И швейные машинки там очень интересны. Они не электрические, они ножные. Это такие машинки были, помню, у бабушки моей в Молдавии. И в некоторых местах еще сохранились. Здесь точно 100% уже таких машинок нету. А там электричества нету нигде. И поэтому эти машинки являются большим благословением и для верующих, потому что через это они благовествуют неверующим беженцам, которые там находятся, и дают работу этим вдовам несчастным. Мы много видели беды. И вы знаете, есть два подхода к этому. Когда ты видишь беду, какая-то беда происходит, то есть два варианта, как отреагировать на эту беду. Ты можешь пройти, увидеть и уйти быстренько, удалиться и забыть побыстрее об этом, чтобы не вспоминать и не расстраиваться. Но есть и другой вариант. Подойти и сделать все, что зависит от тебя, для того, чтобы решить эту проблему. Однажды на берегу океана, и это может быть возле вашего океана, был сильный шторм, и на берег океана море выкинуло огромное количество морских звезд. Наступил новый день, солнце припекало, и эти звезды погибали. И по берегу этого океана шел маленький мальчик. Он хватал эти звезды и кидал их в океан. А недалеко от него сидел пожилой, мудрый мужчина. И сказал, мальчик, что ты делаешь? Ты же их не спасешь, их десятки тысяч. А что ты можешь сделать? И этот маленький глупый мальчик, ничего не знающий, сказал одну интересную вещь. Я спасу столько, сколько смогу. Дорогие братья и сестры, каждый из нас, если сделает столько, сколько мы сможем, мы сможем изменить мир, мы сможем его поменять. И я прошу вас, чтобы вы помнили о народе из Южного Судана. И мы сейчас планируем на июнь месяц поездку туда. И у нас сейчас есть четыре, а может даже пять проектов. Мы хотим показывать в этих лагерях беженцев фильм «Иисус на их языках». У нас есть специальный проектор, который работает автономно, без электричества, три часа. И специальный такой Bluetooth-колонка, который очень громко передает звук. У нас есть другой проект, самый важный. Мы думали, ну как же накормить этих людей? Мы не сможем всех людей накормить. Что же нужно сделать? И мы тогда молились об этом и нашли одну удивительную вещь. Мы нашли удивительные печи. Это печь, которая печет хлеб. И она удивительно работает без электричества. Она имеет внутри себя такие две большие жаровни. И в этих жаровнях ставятся угли. И за счет жара этих углей пекется хлеб. И мы сейчас планируем и хотим собрать хотя бы денег на четыре таких печки. И хотим приехать туда с каждой церкви, которой мы построили, здание церкви, взять четыре-пять женщин и сделать такой им тренинг, научить их, как выпекать хлеб в этой печке. Хотим привезти целый большой грузовик с мукой, чтобы научить их выпекать хлеб. Приехать в этот лагерь беженцев, в то место, где есть церковь, которую мы построили. Мы построили там цех такой со складом. И чтобы они смогли выпекать хлеб и кормить себя и даже продавать хлеб. Потому что в лагерь беженцев 300 тысяч нигде нельзя купить хлеб. А если ты имеешь хлеб и воду, ты можешь выжить. И это у нас сейчас такой проект. Молитесь, пожалуйста, об этом. Следующий проект. Мы встретили такие племена, которые не имеют письменности, не имеют алфавита своего. И мы спросили, а как вы передаете всю информацию, если вы не можете читать, не писать? Они говорят, мы все передаем в притчах. И я вспомнил Иисуса, когда Иисус говорил притчами. И может быть, из этих племен это все было. И мы тогда задались целью, а есть ли перевод на эти языки, Евангелие хотя бы. И нашли здесь в Америке одну миссию, которая занимается переводом. И именно на эти племенные языки есть перевод Евангелия именно в притчах. И тогда мы задались целью, а как же донести этот перевод? Что нужно сделать? И мы нашли маленький такой плеер, который имеет с одной стороны солнечную панель, встроенный аккумулятор, встроенную флеш-память и маленький такой динамик. И этот плеер работает всегда, потому что там очень много солнца. И такой плеер стоит 25 долларов. И мы собрали сейчас деньги на 21 плеер. И мы хотим записать эти племенные языки и поехать туда. Есть одна большая проблема. Нас попросили приехать и провести большие, небольшие, ну какие возможно, евангелиционные служения. Потому что состав церкви удивительный. Есть пастор церкви, есть 5-8 человек верующих и 250 человек неверующих, которые приходят в церковь каждый день. И они совершают служение абсолютно в каждый день. И они вместе готовят еду, и они вместе живут недалеко друг возле друга, и они живут сообща. И мы хотим приехать и провести евангелиционные служения. И кто-то спросит, а как же пастор? А этот пастор иногда бывает со всеми даже и не пастор. Это единственный мужчина верующий, который взял на себя ответственность вести церковь. И он не знает вообще, как евангелизировать и как проповедовать. И мы их учили этому. И хотим поехать провести такие евангелиционные служения. И мы ищем человека, который имел бы ярко выраженный дар благовестника. И еще одна самая большая проблема – это дети. С ними никто никогда не занимался. И мы сейчас собираем команду молодых ребят, которые имеют опыт проведения таких детских лагерей, для того, чтобы туда поехать и в каждый день в отдельном лагере проводить детские служения. И я сегодня обращаюсь к молодежи. Если вы знаете английский язык, а я знаю, что вы знаете, это ваш первый язык, вы можете поехать с нами. И вы можете послужить этому народу. На осень мы еще планируем поехать в соседнюю страну, в Уфиопию. Это будет отдельный проект. И там 300 тысяч беженцев, тоже людей из Южного Судана. И мы хотим и там совершить это служение. И мы молимся о том, чтобы Господь дал нам силы и людей – это самое главное. Людей, которые смогут служить. Поэтому прошу вас, пожалуйста, молитесь об этом служении, чтобы Господь выслал делателей на жатву Свою. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам большое. Аминь. Слава Господу за труд служения наших братьев, кто трудится в этих очень непростых условиях, кто совершает этот поистине титанический труд донесения о проповеди Евангелия. Я думаю, что, глядя на эти кадры, они никого из нас не оставляют равнодушными. И прежде всего, еще раз и еще раз хотелось бы, чтобы мы, дети наши особо, были благодарными Господу за то, что мы имеем. Очень часто мы не ценим того, что мы имеем. Мы привыкли ко всему тому, что мы имеем. Нам кажется так везде, так у всех и так постоянно. И глядя вот на это все, как здесь не благодарить Господа за то, что действительно мы живем не так, далеко не так, как живут очень и очень многие, даже не тысячи, а миллионы на африканском континенте. Да, наверное, не везде и в Африке люди живут одинаково, но тем не менее даже то, что мы сегодня слышали, это очень и очень много. Поэтому будем, как брат Игорь просил нас молиться о том, чтобы были труженики, были силы, были средства, было все необходимое для совершения тех проектов, которые совершают братья, кто трудится там. Да, мы тоже немножко участвуем в служении и помощи в Африке, но это уж буквально совсем маленькая лепта. С некоторых, с недавних пор мы также сотрудничаем с братом Игорем через наш миссионерский отдел, поэтому вот у нас в поле такое же тесное сотрудничество с недавних пор. Так что сегодня вот брат Игорь среди нас, как один из тех, вот с кем мы сотрудничаем через наш миссионерский отдел, немножко поделился о труде служений вот за рубежом, не столько вот в Молдове, сколько вот мы сегодня услышали о служении в Африке. Поэтому у кого будет какая возможность, чем вот поучаствовать в труде, в помощи, в этом служении, молитвенно ли, материально ли, дайте знать и постараемся, чтобы вот эта помощь, которая, возможно, кого-то Господь располагает, в сердце подумать, и конкретно помочь найти проекты, она пойдет туда, куда она должна пойти, помочь хотя бы некоторым, безусловно, не всем, все мы не можем помочь, но хотя бы некоторым сделать праздник и сделать вот доброе дело во имя Христа. И это все делается для того, конечно же, чтобы хотя бы некоторые из тех, кто получает кусок насушенного хлеба, могли бы видеть в этом руку Господа, дающего, посылающего самое необходимое для жизни, чтобы сердца менялись, души спасались, чтобы еще больше было приобретаемо душ для Царствия Божия. На этом наше собрание заканчивается. Следующее, если Господь позволит, будет в четверг, затем в следующее воскресенье в 10 и в 6 по обычному расписанию, сразу после заключительной молитвы у нас будет вечеря Господня в братской комнате для тех, кто не смог быть по теми другим причинам на утреннем собрании, не участвовали. В левопреломлении, пожалуйста, пройдите сразу после заключительной молитвы в братскую комнату. В понедельник – это день изучения Библии в нашей Церкви, в частности, в группах. Не только в понедельник, но в понедельник – молодежный разбор, а также в старшей группе. Есть у нас и другие малые группы, которые встречаются в другие дни, но особенно молодежь приглашаетесь на изучение Библии. Вот в понедельник – и все, конечно же, все, кто есть, у кого желание и возможность быть вместе, изучать Слово Господне. Затем также хочу сказать, что служение «Скала» приглашает всех подростков на пасхальный праздник, который будет в эту субботу, 8 апреля в 6 часов вечера. Просим одеться праздничное, принести сладкое. Это тоже не забудьте все, кого это касается. Также со вторника будет начинаться снова интересный семинар. Вторник в 7 часов вечера в классе номер 2. Это для сестер приглашение и тема «Как обуздать разрушительные эмоции». Кто еще из сестер не проходил этот семинар, приглашаетесь тоже его проходить. Пройти вместе с нашими сестрами, ведущими этот семинар, Галя Джоник, Марина Кирчогла. Поэтому объявление-то есть в бюллетене нашем, если у вас нет бюллетеней, зайдите на наш церковный сайт и прочтите там более подробную информацию. Но сейчас прад Богдан сделает объявление, пожалуйста. Дорогая церковь, объявление для молодежи. Молодежь у нас сегодня будет youth service. Мы будем начинать с 8.45. У нас guest speaker сегодня brother Patrick Laksen out of Cornerstone Bible Church in the Thomas. and he'll be speaking on the topic of evangelism, so please stay. И второе объявление для молодежи и для всех родителей. У нас будет летний лагерь в этом году 15 июня до 18. Пожалуйста, поощряйте вашу молодежь, чтобы они зарегистрировались, делали registration. Раньше она будет меньше стоить. Мы стараемся, чтобы увидеть, сколько количества людей, чтобы лучше сделать лагерь. Как будет побольше, будет лучше для всех. Мы просто поощряем все родители. Пожалуйста, не толкайте, но поощряйте ваших детей, если им 16 лет и старше, чтобы записались на лагерь. Будет очень-очень классное время общения для всей молодежи. Хорошо. И мы... Будет брат Макс Маврин собирать все... Ну, все applications. Я думаю, в следующую воскресенье мы больше информации... Ну, поставим человека в коридоре, чтобы вы могли подойти к сестре или к брату, чтобы записаться. Хорошо? Спасибо большое. Одна записка. Просьба к молитве. Я очень прошу церковь молиться о моих двоих взрослых племянниках, чтобы они пришли к спокаяниям Богу. Бог все знает, чтобы у них был страх Божий, сестра в Господе просит нас об этом молиться. И заканчивая это собрание, мы еще все вместе встанем, помолимся. Боже наш, снова приходим к Тебе в молитвах наших и благодарим Тебя за то, что Ты заботишься и благословляешь нас. Поистине, Боже, Ты так обильно благословляешь нас, детей Твоих, живущих здесь в Америке. Ты посылаешь нам все подребное для жизни и благочестия, даешь нам куда больше, чем даже мы нуждаемся, тем более, чем мы заслуживаем Господь. И в этом рука Твоя милости и помощи, и заботы о нас постоянной. Помоги нам об этом никогда не забывать, помня или вспоминая о том, как другие люди живут во многих уголках Вселенной мира Божия. Помоги нам всегда быть благодарными, никогда не ропщищими, никогда, Господи, не выказывающими недовольства, но всегда благодарящими Тебя, потому что поистине очень много благ и милостей мы испытываем постоянно благодаря Твоей помощи, и заботе, и благословению, и духовные нужды Ты восполняешь, Ты питаешь нас хлебом духовным. И сегодня на этом вечернем собрании Ты нам снова напоминал важные истины и Слово Твоего. Поэтому помоги нам, Боже, помнить, размышлять и исполнять все то, что мы сегодня слышали. Благодарим Тебя, Господи, за труд, служение братьев, тружеников, кто совершает служение там в Южном Судане, в других странах, примыкающих. Вот проекты у братьев также есть для того, чтобы и дальше вот трудиться в лагерях беженцев, и в Уганде, и в Эфиопии. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты их хранил, прежде всего, в здоровье, в благополучии, чтобы сохранил их полностью от злых, недобрых людей, чтобы они и не болели, чтобы, Господи, они были хранимы Тобой от всяких несчастья, от происшествий. Благослови, чтобы они могли поучаствовать там и словом, и делом, и уча, и наставляя вот людей, живущих там, в истинно Слово Твоего, и также делая доброе дело во имя Твое теми возможностями, средствами, что они имеют, Господь. Благослови также и нас, с чем мы можем тоже быть участниками в распространении Слова Твоего до края земли. Помоги нам в этом, и благослови, чтобы мы не просто были слушателями, забывчивыми, но и исполнителями дела, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, хотя бы то, что в наших силах. Мы могли помнить об этом и участвовать, помогать и поддерживать руки тех, кто трудится в этих очень непростых условиях. Боже наш, мы просим тебя, чтобы ты благословил, также вот и племянников, сестры нашей, они нуждаются в покаянии. Будь милостью, Господи, к ним, проговори сам, к их сердцам, к их душам, и скажи то, что откроет их сердца для тебя, чтобы они пришли к тебе с искренней молитвой и покаяния, и оставили свою прежнюю жизнь, обратились к тебе всем своим сердцем и душой, и шли за тобой уже служать тебе, не исполняя волю твою в своей жизни. Благослови также нас всех и на предстоящую трудовую неделю, храни нас и на путях, и дорогах, и благослови, Боже, чтобы мы на каждом месте тоже помнили о том, что мы твои дети и жили так, чтобы ты всегда и во всем был доволен нами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим.